Привет, друзья! Это новый влог. Записываю я его сейчас из машины. Нет, мы никуда не едем в автопутешествия. Я сейчас гонял свой любимый сервис Volvo Bill Prime и менял масло. Я накатал 20 тысяч километров и надо было его заменить. Обычно я стараюсь каждую десятку менять, но вы видели, у нас было достаточно большое количество поездок в Сочи, Брянск, Кавказ. Поэтому этот пробег я достаточно быстро набрал. Вообще у ребят спрашивал, как состояние масла, угандошенное оно или нет. Они сказали, более-менее нормально, поэтому можешь не париться, не сильно критично. Ну и учитывая, что основной пробег был по трассам, ничего страшного. По цене у меня получилось, ну давайте прямо сейчас в онлайн-режиме посмотрим. 14 180 рублей, надеюсь, будет видно, потому что тут прям такой пересвет, очень яркое солнце сейчас долбит. И масло я себе лью 0W20, Valvoline Sinpower MST-C5. Масло достаточно дорогое, я из-за этого страдаю. То есть ценник, вы заметили, сильно высокий. Масло на самом деле очень редкое. То есть его в магазине просто так тяжело купить. Если походить по интернет-магазинам, там везде остатки 1 литр, 2, а мне надо 6. Поэтому это особая ролевуха, просто подобрать себе масло и купить его. Поэтому я лью вот у ребят, у них всегда оно есть в наличии. Девочки сейчас у меня находятся в Европолисе, они там гуляют, шопятся. И я поеду сейчас к ним, ну там поедим, может быть еще что-то купим. А потом искать и поедем, погуляем по центру Москвы. Уже не помню, рассказывал вам или нет, но у Volvo есть прикольная такая ролевуха. То, что у них цвет ключа под цвет салона. Ну естественно у них разные оттенки, потому что ключ руками затирается. Поэтому вот видите разницу. Еще мне очень нравится то, что здесь есть шведский флажок, вот тут на сидушке. Ну а я подъехал практически ко входу, повезло. Нашел я девчонок и первым делом мы пошли в фарш. Как обычно взяли 3 чизбургера, попить я конечно без кола не могу. Картошку большую и 2 сырных соуса. Мы перестали брать всем по большой картошке, потому что мы все это дело не съедаем. Сейчас поедим, за кремом зайдем. И поедем гулять. Я еще бамбанку покажу. А вот тут кока-кол куплю. Ма, привет. Здрасте. Давайте налетайте, девчонки. Слушайте, нам тоже влажные салфетки дали. Это я попросил, чтобы после еды еще воспользовались. Все, картошкой измажете, все будет в соли. Понятно. Приятно. Спасибо. Мы так классно сегодня пошопились, много чего купили. Чуть попозже вам все покажем. Вот одна из новинок – это платье, которое Катя переодела. Изначально ты была в топике. Сейчас идем к метро, купим себе карточку-тройку. Ну, я. У Кати она есть. Доедем до Бананического сада, потом на МЦК. Я очень хотел на каршеринге, безумно, но Катя сказала, нет, давай на общественном транспорте. Я не то, чтобы обожаю общественный транспорт. Господи, что я сказала? Я не то, чтобы обожаю общественный транспорт, просто, ну, иногда же можно уговорить его. Очень редко. Просто Андрея в метро никогда невозможно встретить. Но, пожалуйста, один раз. Хотя бы. Ну, ничего, ради интереса прокачусь. Тем более, я никогда не каталась на МЦК. Я вспомнил, что последний раз на МЦК катался 4,5 года назад на метро. Около 4 лет назад. Когда я с Таиланда приехал, тогда да, было дело. А я в метро была, а в МЦК ни разу. Я даже не знаю, как, что это. МЦК прикольное, потому что ты там едешь сверху, там нет тоннелей, и смотришь на город, это очень прикольно. Но у нас нет особо планов. Как получится, так получится. Я хочу от Сити до Парка Горького дойти пешочек. Хочу находить 10-15 тысяч шагов. Потому что последние несколько дней я сидела дома, и у меня там 300 шагов от туалета до комнаты. Наверное. И то не факт. Костарик. А что, тебе тоже надо? Я хочу просто поверить. Баланс? Как-то приложить. Можно, да? Я баланс не помню. Сколько надо? 540 рублей. Очень необычно. Уже реально 100 лет не ездил. С этой стороны. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Бабушкинская. Нашкодил, сломал все. Как поменять язык? Вон, все просто. Все, выходим. Красотка у меня такая. Вообще. Просто пушка. В фирменных цветах РЖД. Тебе еще серый нужен. Пусть я ела как кошечка. Сейчас бы я смотреть. Мне самого интересного. Я же 100 лет не ездил. А что ты не хотел? Каршеринг, каршеринг. Видишь, какая красота? Ну да. Тут и тихо так. Естественно, люди, которые ежедневно на работу и с работы ездят. На метро или вот это МЦК. Они такие, вы что, дебилы? У вас был выбор, поехали на каршеринге, вы поперлись в метро. У меня так солнце падает, как будто я белый день, черноуха. Сразу есть, да? Ты меня сам отожди не захотел. Я воды хотел, а не вкусняк. А я хотела то, что на заправках продается. Бензин? Батончик. Это так прикольно сделали экспозицию из интерьера старых квартир. Очень похоже, конечно, как раньше было. Тут даже запах такой же, как в советское время. Я так говорю, ты лучший. Но у моей бабушки так же, на самом деле. Да. Вот телевизор, смотри, никаких тебе 4К. Нет, таких прям у меня не было. У меня были пластиковые, черные. Вот у меня у бабули такой был. Нет, у меня у бабули экран такой же, а вокруг черная большая банкура такая пластиковая. Нет, нет, я вот такой прям видел. О, смотри, прихожая. Авоська. Авоська, чемодан. Классно. Давай с той стороны посмотрим. О, смотри, календарь. Туда же, смотри, в соответствии 23 число, суббота. Пришли маленькие, так сказать, поливы. Класс. Да, ну с этой стороны тоже можно поглазить. Это тысячи, 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 тысячи. А, ты, 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 ты. Вот, ну еще смотрю. О, мясорубочка. Прикольно. Блыка, правда, какая-то отстойная. Да и не. Совсем без контроля. Тут еще в кустике спрятался иж зеленый, с люлькой. Не, ну классная экспозиция. Очень-очень понравилась. Оказывается, это не конец. Обрати внимание, слышь, Катя, на вот ту зеленую машинку. Я на такой ездил, раньше это были маршрутки. Ну, то есть, вот прям маршрутное такси, как газельки. Помнишь, в свое время были? Ну, я в Брянске только видела маршрутки, похожие, чуть-чуть побольше, желтенькие. Которые дверка открывается. То есть, ее нужно... Ну, это газельки. Да. Да, это РАФ. И вот тут еще есть Волга 24. В детстве просто обожал. У меня коллекционка была. И вот такой штукой я тоже пользовался. Как бы смешно это не звучало. Я когда ходила на Легкатлетик, у нас такая стояла. Там была просто газировка и можно было добавлять какие-то сиропы. Да, да. Ну, тут в данном случае сироп аккельсиновый. Причем стоило это тоже около там вообще 2 копейки. Ну, и рядом, конечно, все это выглядит странновато. Вот эта квартирка и здоровенные бетонные здания. Это тебе не современная. Изилок 130. Красивая машина. Сейчас еще немножко поближе РАФ посмотрю. Вот эта, могу ошибаться, но, по-моему, раньше мороженое в нем продавали. А, да, возможно. И вот РАФик. Дверка открывалась. Я не знаю, наверное, сейчас... А, ну, открыто. Посмотри, цветочки. Как пахнет? А чем пахнет? Старости. Нет, тут... Да, и старости, и цветами пахнут. Землей. Нет, прям реально, я тебе отвечаю. Старости. Запах Советского Союза. Ну, красивая тачка. Зашли в азбуку вкуса, поесть десертик. Как она пахнет! Водички взяли. А что это такое? Объясни. Мусс, морковь и апельсин. Ну, состав здесь очень хороший, написновек. Ну, давай, зацени вкусно. Ну, сейчас я до мусса доберусь. Ну, что скажешь? Или так себе, честно говоря? Я чувствую кокос. Очень много кокоса. Ну, это вкусно. Ну, тем более, ты его очень любишь. Ну, и водички взяли. Скажи. Я очень люблю, если вдруг не знали, боржоми. Именно в стекле. Ну, и Байкал взяли, литрушечку. Все, сейчас вот это перекусим и пойдем куда-то дальше. Сидим напротив вот этого здоровенного желтого здания. Мы пропустили достаточно большой участок нашей вот этой прогулки. Давайте расскажу. После того, как мы погуляли по Сити, мы взяли самокаты, доехали до парка Горького. Думали, там покатаемся, посмотрим, погуляем. А в итоге там ВК-фест. Поэтому мы поехали дальше, в сторону памятника Петра Первому. Сходили в Чехану, поели, посидели. Потом еще немножко там побуглили, походили. И едем уже домой на Каршире. Сидим прямо у меня с камерой немоты. Можно было гораздо больше записать. Мы на самокате бы не позаписывали, а мы с Москвой Сити сразу на самокатах до конца. Да, у меня еще камера, ребят, очень херовенькая с точки зрения снимать ночью, вечером. И я, конечно, завидую Катюхе, когда она достает свою Соньку, бывшую мою. Снимает лучше, чем видит вообще человеческий глаз. Но ничего, у нас завтра тоже будет денек. Куда-то сходим, погуляем, посмотрим. Вот, примерно так. Ну, сейчас мы находимся уже на Ярославке. Ты вообще сказал, что мы Карширин сняли? Да, вроде сказал. Ну, если что, уже сказал. Да, взяли Hyundai Solaris и едем до дома. Осталось 11 минут. Ярославка, в принципе, здесь светло. А видно вообще хоть что-нибудь? Ну, тебя видно, да. Нормально, это хорошо. Ну, потому что там, где темно, вот где мы с самокатом, такие сумерки были, да, там вообще бы ничего не заснял. Плюс там в ЭКФЕСТе музыка громко играла, и тоже ты бы не поснимал особо. Ну да, особо да. Ну, пришлось бы накладывать музыку свою, только если... Это иногда тупо, когда, ну, понимаю, там, тайлапсы, там, еще какие-то штукенции, как бы, о, просто когда идешь, и музыку сверху накладывают. Вот такой у нас денек сегодня. И я вам обещал еще показать наши покупки, и я этот влог не завершаю, но обязательно завтра продолжим снимать, и я ей все покажу. Останемся у мамки дома. Я завтра хочу в парикмахерскую сходить, где мы... И меня с собой возьмем. И тебя с собой возьмем. Душевненько погуляем. Душевненько еще как. С Катей вчера так понравилось на самокатах, что сегодня мы решили поехать на ВДНХ. Самое интересное, что парковку мы искали достаточно долго, сегодня воскресенье. Час почти. Да, почти час мы искали. В итоге нашли, стояли, ждали, где-то минут 20, наверное, да? Еще плюс 2-3 круга тут по всему в ВДНХ искали. Бесплатные места, но у нас ничего не получалось. Вот я одно, помнишь, нашел, прям буквально 30 секунд, и чувак занял, который вот впереди чуть-чуть ехал. Ну, ладно, ничего страшного. Самое главное, что нашли. Билетики я могу оплатить через приложение парковки. Поэтому с собой его беру. Сколько мы простоим. Ну, я думаю, все равно, часика-два, наверное, да, погуляем, и потом до майки поедем. Тут парковку стоит 50 рублей в час, по-моему, я читала. Или 100? 50 рублей в час. Ну, а еще по чипману. Вот, и сейчас с тобой что-нибудь купим вкусненького, да? Укусненького. Да. Вот, все, все, забираем, глушим. Час еще, ты еще или больше на самокаты потратил. Да, надо будет потом свои купить, когда я стану, ну, уже нормально зарабатывать, а не... Когда ты станешь миллиардером? Не, ну, я имею в виду, хотя бы первую зарплату получу для начала. Ой, Катька у меня сейчас такая красивая, мы ей платье вчера купили. Красное вы видели, а сегодня у нее черное. Черное. Может, чуть попозже засниму тебя. Все. Я еще и волосы подстрибил, тоночки секущиеся. Да, ты теперь у меня вообще супермодель. Сейчас, подожди. У меня вообще нет денег наличных. Всегда так говорю, он просто выглядит так, чтобы, скорее всего, набухло. И тем более у него вон руки, ноги все есть, поэтому пусть сам. Таких я не жалею. А ты не туда идешь, как обычно. Очень классное платье. Легенькое. И волосики у тебя сегодня красивенькие. Я в таком платье могу даже в Чечне ходить. Да, и никто тебе ничего не скажет. Но единственное, что уля-ля. Ну да, да, немножко уля-ля. Ничего страшного. Народу вообще полно. Вот, видите, и все прибывает и прибывает. Я думаю, знаешь что? Что большинство людей из-за того, что парк Горького закрыт, все сюда поехали. Да, возможно, потому что там бы кафе стоило. Нашли самокаты. Сейчас будем выбирать, какие заряжены больше всего. Солки самокаты. 43 штуки? Да. Ну, 5 минут назад, по крайней мере, было. Пожалуйста, не толкайся. Не толкайся. Я попросил бы. Какие нагло. 74. Давай вот это. Да, можно через приложение это сделать. Здесь 38 мало. Давай телефону через твое же будет. Один выбрали на 75%. А этот тоже на 75%. А, ну нормально. Класс. Заглохнем так вместе. Ну, конечно. И хотелось искать, вот там может быть видно через дерево. А, ну вот, колесовое обозрение. Я вам в прошлый раз говорил, не все кабинки еще повесили. Но вот сейчас уже все. И ко дню города обещали запустить. Билет будет косарь стоять. У нас есть 9 минут, чтобы поехать. Иначе будет ожидание платы. А, ну класс. Пойдем, в тенечки посидим, я покурю и поедем. Ты потом найдешь тех? Давай отставим их хотя бы. А их все равно никто не заберет. Запомнила. У тебя 999 на чайник. А, отлично. Да, я вон туда на лужаечку сядю. Блин, вот так с чего-то жалко ходить по трапке. Вот это в России какая-то фигня. Меня это, честно говоря, ребята, очень сильно бесит. За рубежом газон для того, чтобы по нему ходить, на нем сидеть, это очень приятно. Потому что обычно меня там в детстве ругали, что... Да. А у нас тенденция типа по газонам не ходить. А нахер смотреть на них, ну это бред. Не знаю, если вы не согласны, напишите. А я тебе могу рюкзак дать, на него сядешь. Хочешь? Давай, просто всталки, а у меня платье Танюши. Да, да, сейчас все сделаю. Мы немножко покатались, что не понравилось. Есть места, где скорость всего 5 км в час, и ты просто еле-еле душа в теле. О, смотри, к нам уже все. С теплым. О, спасибо. Нам принесли еду. Я взял кисадилю. Катя у меня взяла что-то птикин там с чем-то. С теплым еще птикин. Мы выбрали очень прикольное место. Такой купол деревянный. Классно выглядит. Да я, в принципе, показал. Очень уютно. Хотел вам десерты еще показать, но практически все сожрал. Это был шоколадный торт, а у Катюхи это типа чизкейга выбрали. Это не чизкейк. Чизкейка. Ну, чизкейга, я сказал. Где он чизкейк? Ну, похож. Ну, да. Похожи? Нет. С черной смородиной, кислючей. Чем он сейчас доедает? Последний кусочек. Я говорю, ты же заснял десерты, он хотел бы снять. И он просто последний кусок выбирает. Ну, знаете, бывает, налетаешь и все. И режим рапид. Просто входишь и забываешь про все. Давайте покажем, что же мы купили вообще вчера. Ну, вот платье я вам вот это показывал. Оно мне очень нравится. Плюс красное. Из продуктов. Ну, это мне сейчас зашли вкус вилы. Арбузик решили взять попробовать. Лимонад. Я по нему соскучился. Вот это очень сильно рекомендовал консультант. Здесь приправы. Зеленушка. Что-то взяли из косметики. Крем. Я вот не стыжусь, я пользуюсь. Мне очень нравится вот такой крем. Киллз. Взяли две штуки, да. А он, кстати, недорого стоил 2260 рублей, по-моему, за банку. Ты не говоришь, что это недорого? Это дорого. Слушай, ну, дорого было это, когда мы зашли в этот, в Стокман, и там крема по 13 тысяч были. Вот это прям сильно дорого. Я понимаю, но две с чем-то, это не дешево. Но он хороший. Хороший. Крем для тела. Вот такой. Это я буду качку мазать. Купил масочку. Вот такую. Это странно, что я об этом знаю, но вот это для губ ночная. Офигительно. Если вдруг трескается, обязательно купить Эрборио. Качка сама себе мазать. Это я тоже себе купил. Не себе, я тоже будем пользоваться. Ну, ты да, можешь пользоваться. Это пенка для очищения. У меня есть небольшая проблема с тем, что у меня нос постоянно трескается. А, ну, тут куча пробников нам дали. Я, наверное, не вижу смысле их показывать. Да, интересно. Что-то еще есть шмоток. У меня сейчас пакет порвался, ребята. Я прям практически у дома чуть не уронил арбуз. Смотри. Это мои шорты. Это мы брали без Андрея, с мамой его. Просто, ну, это домашние, не знаю, может быть, ты будешь на улице их носить? Ну, я брала их как бы с целью носить дома. Вот эти мне, кстати, нравятся. Очень сильный цвет у них. Цветы, они очень тоненькие. Прям дома жарко, когда летом, допустим. Прям офигенно. Какая-то белорусская вот эта фигня. Да, это белорусский магазин. Мы взяли мне пижамку. Мне понравился цвет. Да, она офигенная. И расцветка классная. И сидит на мне прекрасно. Ну, здесь такие шортики. Ну, тамашка очень приятная. Да. Она вот не то, что шелкая, она как что-то такое. На лиоцел похоже. По-моему, я читала здесь хлопок. Могу ошибаться. Ладно, не важно. Шортики и вот такая рубашка. Короткая. Классно, классно. Ну, я еще потом тебя покажу, когда ты наденешься. Ну, вот. Сейчас будем телек смотреть и бездельничать. В принципе, все. Больше нечего сказать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»